Это масштабное строение с большим жилым домом и двухэтажной баней уже несколько лет не даёт спокойно жить людям на Садовой улице в Суздале. С начала стройки на этом участке по узкой дороге без тротуаров стали ездить многотонные грузовики с щебёнкой, грунтом и кирпичами. Люди говорят, проложены на их собственные деньги, асфальт превратился в сплошные ямы и ухабины, а каждый выход за забор собственного дома в страх оказаться под колёсами. Постоянно грязь, щебёнка, шум, пыль, то есть неудобств было очень много. После строительства, естественно, дорога постепенно превращалась, мягко говоря, в руины. У нас гуляют маленькие дети, у нас проезжали многотонные 20-тонные машины по 50 рейсов в день. Мы перекрывали несколько раз людьми, но мы не можем стоять здесь. Жители Садовой говорят, по масштабам стройки сразу стало понятно, по соседству будет не просто жилой дом, а гостиница, и транспортный поток на улице уже не прекратится. Люди перестали выпускать детей на прогулку и стали бить тревогу. Нина Галдина рассказывает, всей улицей пытались разговаривать с застройщиком, жаловались местным властям и писали президенту. В итоге добились только гарантийного письма от собственника участка с обещаниями восстановить асфальт до конца 2017 года. И официального ответа главы города Сергея Сахарова, что разрешение выдано только на строительство жилого дома. Естественно, до этого момента ничего не было сделано. После мы многократно обращались к главе города Суздаль Сахарову Сергею Владимировичу с этим гарантийным письмом. На что он нам отвечал. Перенесен с рук на весну 2018 года и в конце 2018 года весны будут отремонтированы. Никаких продвижений, так скажем, нет. Дорога в ужасном состоянии находится. Кстати, собственница застроенного участка пыталась добиться разрешения еще одного подъезда к своей территории. Со стороны автодороги на улице Васильевской. Но жители этой улицы в суде отстояли свое право на спокойную жизнь. Я живу, у меня вот, вот мои окна. Зачем мне тоже этот шум? Мы здесь все пенсионеры, это во-первых. Мы здесь сужили, дом рушится. Если они будут ездить, он начнет вообще падать. У нас было пять судов. Суд за счет того, что наш дом находится под охраной архитектуры, принадлежал купцу Еремину, мы выиграли. Хотя они уже сделали ворота. Единственным подъездом к строениям осталась только Садовая улица. Теперь жители боятся машин-постояльцев. Ведь, судя по информации в интернете, по этому адресу уже вовсю работает мини-отель «Веранда» с 12 номерами и баней. Могут кого-нибудь просто или задавить. И потом и днем, и ночью это будет здесь движение. А дорога шириной 4 метра. Нет ни тротуаров, ни карманов разъездных. У нас здесь очень много пожилых людей, очень много детей. Мы просто боимся за их жизнь. То, что опасения жителей не напрасны, стало понятно после разговора с владелицей мини-отеля. Наталья Богданова подтвердила, что заведение за забором уже работает. В Новый год оно принимало постояльцев. И добираться до гостиницы, кроме как через Садовую, больше негде. А дорогу женщина пообещала отремонтировать весной. Когда у меня закончились работы, то фирма, которая должна была восстановить, она сказала, что это уже невозможно. Потому что уже не тот был период. Поэтому все ваши законные, абсолютно разделяемые мной претензии по поводу нарушения дороги, они будут все восстановлены, как только это позволит погода. Сейчас по снегу, естественно, я этого делать не могу. Поставляю из моего мини-отеля. Могут ездить там, где есть дорога. Сейчас у нас дорога только одна. За разъяснениями мы обратились к руководству СУЗДА для глава администрации Сергей Сахаров. Комментировать ситуацию с проездом на Садовую улицу отказался, переадресовав вопросы к юристам. В юридическом отделе подтвердили перенос сроков ремонта дороги. А вот появление в городе нового мини-отеля стало для сотрудников администрации открытием. И, по их словам, поводом для организации внеплановой межведомственной проверки с участием прокуратуры и Росреестра. Дом имеет статус жилой, строение, вернее, которое находится на земельном участке. И сам вид разрешенного использования указанного земельного участка – это индивидуальное жилищное строительство. А наличие там гостиницы, в принципе, исходя из тех документов, которые у собственника на руках имеются, не может быть и речи. Поэтому та информация, которая от вас поступила и поступила от жителей этой улицы, будет проверена. Мы тоже просим Суздальскую межрайонную прокуратуру считать этот материал официальным запросом и будем следить за развитием событий. Кстати, 23 января жители и собственницы мини-отеля намерены прийти к Сергею Сахарову на личный прием. Оксана Любимова, Дмитрий Журавлев, 6 канал.